Здравствуйте! Меня зовут Шпомер Владимир, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения и сегодня я вам расскажу о том, как оператор готовится к съемкам. Вообще, научный этот процесс называется подготовка или подготовительный период. Вот представьте, есть уже сценарий, режиссер нашел себе оператора и теперь они работают вместе. Так вот, в чем заключается функция оператора в этом непростом и сложном моменте подготовки? Прежде всего, оператор немножко ограничит творческие позывы режиссера снять где угодно, что угодно. Оператор не зря ездит на выбор натуры, потому что режиссеру кажется, что все его сцены можно снять везде. На самом деле нет. Тут выходим на сцену мы. Мы говорим, что, например, все прекрасно, дорогой режиссер, но вот, например, эту сцену здесь никогда мы не снимем красиво, потому что здесь просто солнце находится не с нужной стороны. То есть, когда мы сюда приедем в следующий раз и мы начнем снимать, у нас будет солнце в самой невыгодной позиции, например, лобовое. Будут наши тени от камер, вся наша группа будет тенить на актеров. Так вот, чтобы этого не произошло, оператор обычно использует специальные программы, которые показывают ему во сколько в данной местности встает солнце, во сколько садится. И особо продвинутые версии программы можно привязать к картам. Грубо говоря, вы всегда можете определиться, вот что солнце встанет именно за той горой, а зная, что солнце у нас идет слева направо в наших условиях, вы можете рассчитать, через какое время солнце будет в нужной вам позиции. И эти программы вам помогают. Они накладывают движение солнца на небо, очень удобно пользоваться. И вы всегда можете рассчитать, где в тот или иной момент у вас будет солнце, который является при прочих равных нашим основным осветительным прибором, если мы не хотим использовать дополнительный огромный световой комплект. Вторая функция оператора на подготовке это, собственно, подготовка комплекта к съемкам. Камерного комплекта и комплекта света. Оператор, проработав и подготовив, посчитав на подготовке, сколько ему нужно света для конкретной истории, если это сложная у нас павильонная история, он одним комплектом будет пользоваться. Если это натурная, где мало будет интерьеров, он может обойтись меньшим комплектом света. Соответственно, исходя из задач, оператор решает, какие приборы ему использовать, какая у него должна быть светильная команда, человек, и какой должен быть комплект. Оператор также на стадии подготовки решает, какой камерой он будет пользоваться. Но наши мечты очень сильно ограничивают продюсер. Мы, например, все хотим, если это кино, снимать на Алексе, но не всегда хватает бюджета, и поэтому нас продюсер при встрече очень сильно начинает снижать по деньгам на камеры, и мы в итоге соглашаемся снимать на реды, а если совсем нет денег, мы можем начинать снимать и на фотоаппараты. Это вторая задача оператора на подготовке. И третья задача оператора на подготовке — это так распланировать съемки, чтобы они проходили максимально быстро. Мы выбрали натуру, мы вместе с режиссером репетируем движение камеры, смотрим, с той или с другой стороны, как будет лучше. И в итоге, когда мы уже приезжаем непосредственно на съемки, мы уже как бы один раз прошли мизансцену, отрепетировали, и съемки проходят гораздо быстрее, если мы не делали этой большой подготовительной работы. Субтитры создавал DimaTorzok